Микс Ньюс Утро на Балткоме В этой части утра у нас в гостях представитель сообщества латвийских велосипедистов глава предприятия Велокурьера Олег Столяров, здравствуйте Вы у нас постоянно гости, мы поговорим о велотуризме продолжим говорить Насколько в велосипедах удобные средства передвижения поскольку понятно, что все-таки автомобиль дает возможности быстрее преодолевать расстояние дальше путешествует самолет, понятно, там вообще увезет на край света то есть в Австралию вроде бы в велосипеде же не уедешь Начнем с другого во-первых, от Бога от Бога дано, что человеку нужно двигаться вот не будем мы двигаться вот ничего не будет, но ему физически двигаться и велосипед это во-первых, это первое, что он дает он дает то, что вы можете ехать на работу на велосипеде и уже как бы сделать зарядку, а зарядка дана от Бога хочешь не хочешь, надо заниматься иначе вы уйдете, да, сердце будет болеть и так далее и так далее это первое первое, о чем мы говорим в велосипеде потому что велосипед это во-первых, здоровье во-вторых, хорошее настроение что интересно, что велосипед является из видов скажем, спорта вот нормального спорта и не перегрузок, да что он очень много дает позитивных эмоций вообще позитивные эмоции дает любой спорт в волейбол, вот пойти, поиграйте, побегайте у вас эмоции позитивные, жизнь лучше, кажется да, и поэтому у велосипеда, во-первых, это первая функция самая главная вторая функция, мы говорим о времени да ведь, знаете, время очень меняется мы живем в очень интересное время и оно очень резко меняется если вы там 5 лет назад или 10 лет назад сказали бы, что вот сейчас наша передача меня можно видеть в Америке меня можно видеть в Австралию если это бесплатно, вы бы не поверили, да то же самое происходит в велосипедном в любом научно-технический прогресс он настолько быстрый настолько резкий что можно изобрести? даже выражение изобрести велосипед вот я начал с другой стороны очень правильно начал я это реально во-первых, в велосипеде появляются лучшие детали детали становятся все лучше лучше велосипед становится легче велосипед становится более скажем передвижной по бездорожью и так далее и так далее вторая электрификация если мы говорим о электрификации то о полуэлектрических велосипедах я не буду говорить это две разные вещи это две разные правильно вот мне сразу дают вопрос а вообще-то полуэлектрический велосипед это разве велосипед? я вам говорю как велокурьер как человек который занимается уже этим серьезно 4 года которому это очень нравится полуэлектрический велосипед это велосипед вы столько же получаете нагрузки Вы столько же катаетесь Вы получаете все то же самое, что вы получаете Но вы проезжаете расстояние в два раза больше Вы проходите по бездорожью в два раза больше Вы получаете то самое дорогое, о чем каждый человек мечтает Вы получаете время Выигрываете время Выигрываете здоровье И вы не проигрываете ничего Потому что, скажем, заряд дополнительной батарейки То есть вы должны крутить педаль Если на этом велике вы не крутите педаль Он вперед не идет Заряд батарейки стоит 6 центов Получается, если я еду на работу Там, где я раньше тратил, например, час Час-десять И я еду на работу, там, 25 км в день И я всегда волновался Понимаете, вот как ураган был, например, в Тукумсе недавно Или дождь льет Ну, я не могу подловить точно время Потому что, ну, физическое наоборот место Если есть поэлектрический велосипед Я полностью могу войти во время Я уже хозяин времени, да И вторая вещь Я могу брать очень много с собой У меня есть велосумки Я в велосумки загружаю компьютеры В велосумки загружаю свои вещи Да, я пошел Поэлектрическим велосипедам всего 3 года Где-то они идут в обиход только 3 года Если мы говорим о развитии в Риге Или, скажем, в Европе Я занимаюсь также грузовыми велосипедами Все велосипедами занимаюсь Ну, такая жизнь получилась Чуть подальше Да И получилось так, что Вот если, например, был в Швеции И сейчас Ребята продают Грузовых великов 100 штук От 70 100 штук в год Притом 85 поэлектрических 85 У нас в Риге пока Имею в виду пока 2-3 года Будет тихо Но потом они пойдут Ну, смотрите Сейчас электросамокаты Наводнили Нашу улицу Да Вы знаете Если бы 5 лет назад сказали Опять же Опять прогресс На очень такой резкий Что, скажем Если бы вам сказали, что Будут так много электросамокатов Вы бы не поверили Но они реально Это конкуренты? Нет Велолюбители Вы знаете Ни в коем случае Потому что, во-первых Вы не можете взять груз с собой Во-вторых Может что-то придумают Скоро Да, рюкзак есть Пожалуйста У вас есть один минус Вы стоите Вы попробуете покататься На этом велике Не на 5 минут На этом самокате А на часики На 2-3 У вас спина будет болеть У вас будет Движение никакое Вы стоите как столб Понимаете И притом он электрический Заметьте Он уже электрический Ничего крутить не надо Ничего крутить не надо Но если представьте Если вы эту же батареечку Которую на этом самокате Вы еще добавите в свои ноги Это будет фантастика И вот об этой фантастике Я вам сейчас рассказываю К туризму давайте вернемся Да, мы возвращаемся к туризму Да Эти электро Я понимаю Полуэлектрические велосипеды Они дают возможность Все-таки преодолевать Больше расстояния И преодолевать Даже по пересеченной местности То есть они Открывают мир Туристом Но при этом надо Росетки находить Нет Вы знаете Опять же Например Ну средним человек Велотуризма Приезжает Сто километров в день Не потому что Он может проехать больше Но если мы говорим О велотуризме Вы остановитесь Вы попьете кофе И так далее И так далее Поэтому 100 километров Это то что вы можете Посмотреть Зайти на объект И так далее Этой батареечки Хватает на 100 километров Сегодня Через года 3-4 100% Будет хватать Вы можете взять батареечку Запасную Опять же То есть вы можете И за 100 Заложить Вторая вещь Если вы например Пьете кофе То за час Я ее заряжаю Я захожу в кафе Заряжаю за час Если есть кафе Если вы не где-то В джунглях Да Но если у вас в джунглях Возьмите две батарейки Естественно Будем говорить Об других вещах Есть минусы Как и любого Начинали эти телефоны Начинают эти велосипеды Там батареечки Не совмещаются Там что-то не заряжается Там моторчик Не так работает Его нельзя отремонтировать Это нормальный процесс Нормальный процесс Любой вещи Которые входят В рынок Входят к людям Да Они еще дорогие Пока они дорогие Но цена на них Уже не поднимается А электрификация Это главная линия развития Вело Велоистории Я не знаю То есть Ну еще есть конечно Всякие GPS Это такие прикладные вещи Вы знаете В какую сторону Все это развивается В любом случае Когда-то К сожалению Можно сказать Когда-то были кнопочные телефоны И многие говорили Я пользуюсь кнопочным телефоном Я и буду им пользоваться Мне удобно Мне не нужен этот экран Проходит 10 лет Уже кнопочных телефонов нет То же самое будет с великами Будет очень много людей Которые скажут Нам не надо Классический велосипедет Да, нам уже классический велик Нам ничего не надо Ставьте нам в поход На едва ли он идет И тогда Они будут так говорить Одно будет Это то же самое Когда если вы Те люди Которые с моего поколения Не помню Что когда приходили Первые горные велосипеды В Латвию Это было 90 Начало 90 Очень много Скептически смотрели Они не хотели Их брать Не хотели на них ездить Но сейчас Все едут Это мы Не можем Это изменить Понимаете Это в любом случае Произойдет Если мы говорим О простых великах Они остаются Они будут Да Дистанция Я сейчас приехал На простом велике Километре от офиса Нет проблем Да Конечно Они тоже будут Они будут дешевле Они будут дешеветь Это очень прекрасно А вот эти Все таки Полуэлектрические Велосипеды Они больше Для города Или для Каких-то Загородных поездок Ну вот Или так и так Вы знаете Так и так Это то Если я приеду На полуэлектрическом велосипеде Если вы даже Внимательно На меня не посмотрите Внимательно Не смотрите Вы даже не увидите Что он у меня есть Как коробочка Там по травмам Потому что Полуэлектрический Чем отличается Электрический велосипед Это то Что моторчик Находится в педалях Не в колесах В педалях моторчик находится Вспомогательное движение Ну вот В педалях И вот это Самое удобное Такое Ну провисованные вещи Которые будут Мы конечно В прошлый раз говорили Больше о велотуре Ну вы задавайте вопросы Потому что Я не знаю В какую тему Потому что Такая тема обширная Что можно Туризм Ведь он подразумевает Но под собой Все-таки Там какой-то Не знаю Плач-палатка Там какая-то Там рюкзак за спиной Вот насколько удобно Передвигаться на велосипеде Если человек Ну берет с собой Кучу вещей Вы знаете Вообще-то Туризм меняет Меняет свое лицо Скажем Есть европейский туризм Который уже Такой что Велотуристы Они Мы обслуживаем Одну такую Велотуристическую фирму Как велокурер Интересно Как велокурер Велотуристическую фирму Есть такая Балтик Трайвел Это самая большая Велотуристическая компания В Прибалтике И контора Она находится в Клопеде Клопеде Ну Да Офис Да Мои хорошие партнеры И у них Они дают Велотуристические туры Продают Именно по Балтике Да И вы знаете Велотуристы Во-первых Начают в гостиницах По букингу Забивают гостиницы Ну Уже настолько Такие велотуристы Что они вызывают Например Если они едут Из Лепа и в Павелост Да То они уже настолько Ну скажем Обнаглели Мы же Такие Плохое слово Что Из Лепа и в Павелост Они платят Там 40 евриков Как такси Да Мы им Подвозим багаж Мы привозим Им в Павелост Багаж Да Потом машина уходит Они едут Из Павелост В Кудыгу Машина едет В Павелост Берет их багаж И привозит их В Кудыг Получается Они на реке Да Они на реке Наши машины Постоянно их обслуживают Но если по-честному Говорить Но если бы Не был этот Поэлектрический велик Да Не нужна наша машина Не нужна Потому что Можно поставить прицеп Вторая вещь Ну Много грузовых велосипедов Да Если мы говорим О асфальтовых О асфальте Ну Асфальтовое Ну это сам грузовой А то знаете Он бесподобный Он бесподобный Кажется Когда вы на него сядете Вам кажется Что Если у него Полеэлектрический Проблем нет Понимаете У вас пропадают Проблемы У вас пропадает Проблема дождя У вас пропадает Проблема Всего Проблема земли А вот по поводу Туров Вы сказали Ну вот там Клайпеда Вы можете Рассказать Про какие-то Маршруты Ну есть традиционно Там тропы Пешеходные Есть какие-то Популярные Здесь Ну в Европе Давайте В Ближнем Узребежье Европы Очень популярные Веломаршруты Для начинающих Ну вы знаете Во-первых Нужна Велоинфраструктура Ну да Чтобы с инфраструктурой Велотуризма Я не буду говорить Если мы будем В Германии В Швеции Мы просто заедем Куда-то Очень далеко Да Вот так Если мы говорим О Литве Ну Возвращение к дому То в Литве Создали велодорожку В величину Ну и 70 км Если мы идем На Курскую косу Из Ниды До Швинтоя До Латвийской границы Вы едете По прекрасной велодорожке Притом нагруженность Вот сейчас По-русски Это офигенно Очень большая Очень много велосипедистов С Литвы С Польши С Германии С Латвии Липачане Липачане Они не едут Это дневная история Да Они едут туда кататься Потому что Хорошая велоинфраструктура Притом россияне Да Россияне тоже просыпаются Очень быстро Они знают Что в этом году Они по-курски Кассеты делают Веломашины То есть западные россияне Вы имеете в виду Да Уже потому что Курск Калининград Разделено Они тоже строят Они строят Но Латвия не спешит Латвия не спешит А у нас Получается Наше очень приятное Министерство сообщения Оно настолько любит Велосипедистов Настолько любит Велосипедистов Что представить не может Так о нас заботится Дальше Конечно Хотя нынешний министр Вот за самокаты У нас в эфире Очень говорил Сказал что На самокате едет Ну вы знаете Дай боже Чтобы Я не встречался С новым министром Я надеюсь Что мне в ближайшее время Эта возможность будет И я буду обязательно С ним говорить На темы Которые злободневные Очень для велотуристов По Латвии Очень взлободневные Насколько физическая нагрузка Вот для велотуриста Ну Полезна для здоровья Насколько это вот Ну нагрузка Регулярная Должна быть И сколько примерно Вот может проезжать Занимать часов в день Вот Вы знаете Зависит от физической формы Но Но Очень Я бы Вернемся к простым великам Простым великам Да Их больше Да Их больше 50 км в день Я вам рекомендую 50-60 км в день Можете проехать 100 Очень трудно В велотуризме Вы очень аккуратно Надо планировать маршрут Вот немцы Они отличаются чем Такой плохой чертой Они запланировали маршрут В велотуристический И они будут его гнать Любой ценой Ветер Дождь И так далее Это неправильно Потому что Если вы едете на простом велике Надо очень смотреть Like obstacles Да И если вы против ветра идете Вы пройдете в день 50 км И вам будет очень-очень много Если вы пойдете по ветру Вы можете пройти 100 Поэтому я Я всегда говорю Что это очень Индивидуальное Дело Да Индивидуальное Но желательно Ездить каждый день Почему? Потому что Чтобы организм Чтобы у вас не болели Не болели мускулы Не болела спина Не болели ноги Но это то самое Если вы начнете сразу Резко бегать Да Ну вот резко Бах Бегать с утра Или вы сразу Сделаете зарядку Хорошую зарядку У вас все будут болеть На велике то же самое Никаких специальных рекомендаций Не надо Не надо Самое главное Что вот Нужно рекомендовать Что не ставьте Грустно на спину Очень большая ошибка Самая громадная ошибка Что люди берут рюкзак И в рюкзак Загружают вещи Вот это будет Самый большой минус Потому что Если вы на рюкзаке Едете 5 км Вы его не чувствуете Если вы пойдете 20 Он вам даст Хотя бы 2-3 кг Вы почувствуете Очень-очень серьезно Инвентарь Мы инвентарь Говорим Прекрасный инвентарь Сейчас есть такие велосумки Ставятся на багажнике Ставятся впереди Они непронелакаемые Цены не поднимаются Я еще хочу Что цены на велосумки Не поднимаются Ребята Не поднимаются Они может быть дорогие Но они не поднимаются Если они будут падать Да Прекрасные Все можно ехать Делать Очень Нельзя Наушники ребята Не пользуйтесь Очень многие люди ошибаются Моя жизнь Ну раз 8 Мне спасала Не глаза Мне спасли уши Потому что Когда меня фуры Там подтягивали И так далее Я уже за 50 Мне лет Но мне уши помогли Если у меня были наушники Я с вами не сидел Потому что очень многие люди Слушают музыку И ни одна велосипедия Это нельзя Ну вот мы в министерстве Затронули все эти дела Не перестает у нас Обсуждаться Вот так называемая Велокультура В городе По крайней мере в Риге Сейчас количество велосипедистов Выросло Я сам Я велосипедист Я это чувствую Я вижу Пробки начинают образовываться Это удивительное явление У нас на перекрестках Из велосипедистов Велокультура Она развивается? Да Что-то происходит? Она развивается Хаотично Хаотично Но она развивается И имеется большое влияние У нас поток рабочей силы Идет на запад Ну люди работают на западе Возвращаются Родственники На западе Очень хорошая велокультура Она оттуда идет И люди автоматически Переносят ее сюда Автоматически Даже подсознательно Ну не сознательно Вот так Если я в Голландии Там например Еду Шофер пропускает велосипедист Этот человек приезжает сюда Он садится на машину Он подсознательно Начинает пропускать велосипедист Вот это самое большое влияние Позитивное влияние Да И оно будет Еще лучше И будет развиваться Вторая вещь Что очень важно Что люди Останутся позитивнее Сами по себе Хотя у нас Вы извините Пресса Старается во всю катушку Быть негативной Ну Ваше радио Редкое исключение Редкое исключение Оно людей Натравливает на друг друга Это сознательный процесс Натравливания Не поддавайтесь ему То есть Мою жизнь спасала Именно позитивность Если вы сами Настроены позитивно На жизнь Вы позитивно Едете Ну на вас не наедет машина Но если вы будете негативны Я выходил на линию Или на велосипед С плохим настроением С какой-то обидой на кого-то На меня всегда наезжает машина Ну это как закон Вот это такой парадокс Ну о нем надо помнить Надо быть очень позитивным На дороге Мы можем золото принять Понят Наденьте на маленькие Слушаем Здравствуйте Пожалуйста День добрый Пожалуйста Позитивное Это конечно все хорошо Однако Я человек с теми Хочу дать велосипедистам Еще пожелания такие Первое Сидение встать и так Чтобы колено Не сгибалось больше чем На 90 градусов Это первое Второе Не падайте на руль Руль должен Если вы падаете на руль Это нагрузка на большие грудные Малые грудные мышцы Завтра или более После зазвы Начнут В какое-то время Начнут Нимать руки После чего Ну и нагрузка на повесницу Будет большая Третье Кисть не должна быть Переразовнута То есть Если руки на руле Кисть не должна быть Усломана Запястье Ну вот такие Рекомендации А вы знаете Я отвечу Очень интересно На этот вопрос У меня рост метр семьдесят И все Все курьеры Надо мной смеются Они говорят Олег Ну ты катаешься На велосипеде Который предназначен Для роста метра восемьдесят пять Ну я прекрасно На нем себя чувствую Это вообще парадокс Но когда я бежу В велосипед Который Как бы по законам Должен быть мой Да Плохо себя чувствую На нем Вторая вещь Есть люди Которые BMX Они вообще Они привыкли Педали крутить Не так Это очень правильно Там низкая посадка Да Низкая посадка Рекомендация правильная Фантастический человек Он велосипедист Сразу чувствуется Что понимает О чем говорит Ну люди настолько разные И вот ему поставишь Нормальное сидение Говорит Да я плохо себя чувствую Он недоволен Он как бы Специфически Это очень Да Поэтому Вы знаете Когда мне друзья Говорят Олег Там велосипед стоит Купи мне велосипед Ну чтобы я имела Я говорю нет Я им привожу Три-четыре велосипеда Друзьям своим Говорю я беру один Второй Третья четвертый И выкладываю Говорит так Вот неделя покатайся на этом Три дня на этом И потом ты скажешь На котором ты себя будешь Хорошо чувствовать И потом мы поедем Только с тобой А если человек ездит По городу Ездит по У нас Можно замечательно Сколько тут Десять километров Проехать Оказаться на природе Ездит еще где-то Там Просто погрузка По шоссе Стоит иметь Вот все эти велосипеды Или какой бы Вы Как большой эксперт Посоветовали бы Универсальный Вы знаете Ну есть то есть шоссейники Понятно Горные Вы знаете Я не остался бы на том Что Настолько интересно Я бы сказал Что это Индивидуальная вещь Очень индивидуальная вещь Потому что Есть девочки Которые Вот пляжный велосипед Они катаются по городу На пляжном велосипеде А пляжные Это вы имеете горные Нет Да У них очень такие Широкие Это еще покруче Чем у горных Ну да Совсем то же Но она себя хорошо Не чувствует Вот Ну как Ну она себя хорошо Индивидуально Да Это очень индивидуальная Мне кажется Прекрасная тема Для нашей следующей встречи Как выбрать велосипед И вот Ну как выбрать Да Да Ну вот Мало времени остается В прошлом году У нас прошел Чемпионат мира По велокурьерам Да В этом году Он будет проводиться Но уже не у нас Я так понимаю Он будет в Джакарте О А следующий Будет в Боготе Наши представители В Джакарте улетят Может быть Один из Риги поедет Мы делаем соревнования В субботу На фейсбуке Есть Я вам не скажу Сразу где Которые Мы будем Делать соревнования Потом будем Скидывать деньги Как в церкви С едой Да И эти деньги Мы будем Отправлять в Джакарту Вот И мы были Также В велокурьеры Мы были на Чемпионате Северных стран В Готеборге Две недели назад Мы ездили в Готеборг Пять наших представителей Были в Готеборге И мы хорошо выступили Интересно Что в классе Карго-велосипеда Мы заняли третье место Вот сколько показателей Спасибо Спасибо Увидимся в следующий раз Как говорится Да Олег Столяров Представитель сообщества Латвийских велосипедистов Глава предприятия Велокурьер Спасибо До свидания